Уважаемые коллеги, разрешили приступить к исполнению посредственной овязанности, донести до вас информацию в качестве доклада на тему эксплуатации деревянной конструкции с соединениями на электричество с учетом циклической меняющей температуры и влажности. К сожалению, Академия РФ, Сергей Сергеевич Гридосов, в Комендаре очередной раз просил передать привет организаторам конференции, всем участникам. Ну, естественно, я выступил с этим докладом. Какие же вопросы мы ставим при докладе, то есть какие задачи мы решаем в рамках данного доклада? Это разработка физико-модемиологической модели процесса переноса теплоты и влаги, древесения наглядного соединения на основе решения креевых задач, определяемых специальным уравнением частных производных параболического типа, соответствующих наглядным и начальным граничным условиям. И второе – это создание методологии мониторинга, состояние стратегической конструкции и разработка своеобразного паспорта, истории болезни и оцелепределения сроков, планов предупредительных ремонтов и мероприятий под их осуществлением. Вообще, в принципе, основным строительным материалом на Руси из ремня была древесина. Именно из нее построены памятники деревья русского додчества, частицы славы наших предков. Это и величественный храм, это и многое другое, то, что было сделано в Руси. Это избы, это и различного рода амбары, ветряные мельницы, мостовые переходы, плотины. Значит так, это все было практически сделано из древесины. Настоящей структурой приемов северного народного деревянного додчества и по цифру, и по композиции, по конструктивному строительному строю является трехшамерный забор в Кеме, построенный еще в 1711 году. Все рассмотренные конструкции объединяют скрепление элементов деревянными выделями, шпунтами, шпунками. В течение времени металлу стало производиться много, и его начали активно применять. Возникла возможность скрепления деревянных деталей металла. Современные конструкции скрепляют металлические зубчины пластинами. Вот данный тип соединения, о чем тут же сказал Станислав Криславович, на самом деле внедрялись как дробежок, так и очень активно внедрялись в Россию примерно лет 35-40 назад. Стоило очень много было построено таких объектов в Бешкарале, в частности, вот, примерно, Бешкаралинского объекта. Много было построено в Нижнем Новгороде, потому что вообще впервые внедрены были первые деревянные конструкции на зубчатых пластинах именно в Вешкарале в 1971 году. К нагельным видам соединения относятся многие виды связи на деле. Это и болты, это и различные виды зубчатых пластин, шайбы шпонночного типа, гвозди и тому подобное. связи работающие на... связи работающие на свяжение, скобы, соединения деревянных элементов с металлическими накладками, которые выполняются на лукарях, на шурупах, на болтах. Однако, со временем люди стали замечать, что под влиянием природных осадков в условиях окружающей среды через некоторое время происходило разрушение древесиного крупнагеля, и его можно спокойно иногда вывернуть из гнезда. Примером данного явления может служить нынешнее состояние терапива на конструкцию. Я остановился на некоторых примерах, которые конкретно проявляют это явление объекты по Волжскому государственному технологическому университету. Это на футболе в городе Волжске, это в самом университете. Почему? Потому что это мне было или нам удобно было прослеживать, наблюдать, потому что таких явлений, конечно, достаточно много. И на ютубах мы сами видели вот эти процессы. Например, в ходе обследования здания филиала в городе Волжске по Волжскому технологическому университету было обращено внимание на что? Была деревянная стропильная ферма, деревянным нижним поясом, и внутренний узел, один узел находился внутри помещения в чердаке, а второй узел находился в каждой части здания. И вот та опорная часть, которая в угловом дне на виде швеллера, в карнизной части была, она как бы обложена кипячом, полки кипяча. Естественно, в результате изменения температур в угловых условиях эксплуатации, особенно температуры, нагревался металл, оформленная часть, значит, так, вечером наставал, и произошло, в конце концов, загнивание деревянной торцы в опорной части нижнего пояса, и, в конце концов, произошло разрушение. Вот в предыдущем слайде, вот как раз, полетела стяжка, значит, так, и ферма оказалась в конечном итоге в аварийном состоянии. Такие же явления происходили и на различных объектах этого же объекта, и на других объектах. И таких примеров достаточно много. Вот еще один пример, характерный такой пример, когда арки треугольного чертания, деревянные, с нижним поясом, в виде затяжки были выполнены, верхний пояс выполнен в составной из двух элементов, на болтовых соединениях, точных. Вот, объект был построен в 1955 году, вследствие влияния изменения температур в угловых режиме эксплуатации, чертаточных помещений, в 55-м эксплуатации, из-за постоянного нагрева и вложения болта, произошло обвинение древесины, пошли коррозионные изменения металля, что в дальнейшем итоге способствовало увеличению диаметра отверстия и, соответственно, прогибу конструкции. Теперь рассмотрим простейший пример взаимодействия наглядного соединения элементов деревянных конструкций с окружающей задушной средой. Утром воздух нагревается, в особом случае при этом нагревается и система металла древесином, в силу значительного различия величина от вещества теплопроводности на порядок и более металлический нагрев прикрывается равномерно, а древесина существенно мельче. В этом случае динамикой полетемператур, рассматривая систему, будет характеризоваться длиньями 2, 3, 4. В определенный период времени, суток, температура окружающей среды достигает максимум и затем станет понижаться. При этом вследствие теплообмена будет понижаться и температура металла в сравнении, температура древесин вследствие тепловой энергии будет изменяться менее интенсивно. На данном листе показан фрагмент сводки тепловой энергии заявил в 2012 году в Ишкарале и в городе Иваново. О чем? И видно, что с течением суток меняется температура сухого и влажного термометра. В день, являющийся циклом лета, в обоих городах температура воздуха опускалась до температуры влажности термометра. Это означает, что в данный период времени относительно влаги с воздухом достигло 100%. И в наглядном соединении происходило падение капельной влаги. При этом конденсационная, свободная влага посредством массопроводности проникает в ближайшие их на слои древесины, увлажняя их. Упрощенная модель диаграммы о состоянии влажного воздуха в момент охлаждения может быть представлено следующим образом. Это известная диаграмма ИЭД-диаграмма, она известна многим исследователям, которые занимаются в этой области. Таким описанным процессом будет происходить в цении изо дня в день. И со временем приведет к разрушению соединений. Можно ли как-то предотвратить эти процессы? В настоящее время не существует ни математических моделей подобных физических процессов, ни тем более инженерных методик в расчетах. Поэтому попытаемся восполнить этот процесс. Итак, в соответствии с теорией тепломассопереноса может быть описана следующая система в составе уравнений нестационарного переноса теплостой и влаги. Первый уравнение является специальным уравнением теплопереноса. Второе уравнение – влагопереноса. И третье уравнение – варопереноса. В совокупности они определяют тепловлажное состояние деревянной конструкции под воздействием к изменяющей температуре окружающей среды. Первое уравнение показывает, что поле температур для весенния определяет тепло и теплопроводность материала конструкции первой слагаемой, а также внутреннее испарение влаги второго слагаемой правой части, которое может возникнуть только в процессе жаркого обжима или пожара в процессе эксплуатации, поэтому может быть удовлетворенность рассмотрения. Второе уравнение – в уравнении массопроводности отражает тот факт, что движение в нагре определяется влагопроводностью первой слагаемой. И второй слагаемой – термодиффузии, и третий – баропереноса. При естественных условиях эксплуатации конструкции вторым и третьим слагаемом второго уравнения можно принимать. В этом случае впадает и третье уравнение – уравнение баропереноса системы 1. Таким образом, система 1 переходит в систему 2, взаимосвязанных, независимых уравнений переноса теплоты и массы влаги. Для решения системы на это необходимость эмпирические зависимости, которые связывали бы параметры переноса с температурой и влагосодержания. То есть в директорном уравнении цикла и массовый переносы не позволяют получить конкретные расчетные выражения, пока они не заполнены начальными граничными условиями. Необходимо задать систему в момент уравнения принимаемых за начало отсчеты ТАУ, но для нестационарного температурного поля и поля содержания значение условия примут в следующий вид. Граничные условия характеризуют значение потенциала переноса на границы рассматриваемой области в любой уровне в момент времени. Кроме этого, они отражают условия взаимодействия на границы рассматриваемой среды с учетом с другими средами. В качестве обобщенного граничных условий для тепла и влагового обмена при реносе с другая среда можем записать следующее выражение. Первый граничный условий указывает, что подводимая к материалу теплота затрачивается на нагрев тела и удаление влаги с его поверхности. Второй граничный условий показывает, что поток удаляемой влаги складывается на массовых потоках, определяемых с массопроводностью и термодиффузией. Представленная на цилиндрической системе координат имеет определенные неудобства, поэтому можно предположить и заменить ее плоской задачей. Представим рельсину вокруг болта в виде системы неграничных пластин, краевую задачу теплопроводности можно записать в следующем видео. Уравнение 8 является значимым условием и границ поле температуры от поверхности болта во внутренней своей рельсины по координатам уравнения 9 и 10, граничное условие. Для упрощения анализа ведем рассмотрение безразмерного переноса переменного вида, потому что численных и переменных очень тяжело решать эту задачу. В итоге, краевая задача теплопроводности представится следующим образом. Формально полученная зависимость означает, что для упрощения анализа мы поместили начало координат на границе металл-древесина. Опускали сложные, но громоздкие преобразования, приведем окончательное решение краевой задачи теплопроводности в области оригинала. В таком виде краевая задача предполагается к решению. Теперь запишем дефицитальное уравнение в лагопроводности уравнение 17 с начальным уравнением 18 и граничным условием 9 и 20, которые вместе образуют краевую задачу в лагопроводности. Также введем безразмерные перемены для упрощения анализа уравнений 21. С учетом выделенных безразмерных переменок, краевая задача в лагопроводности примет следующий вид. Решение данных задач может быть многократно продемонстрировано в графическом виде. Вот данная графическая постановка решения краевой задачи теплопроводности. И в данном случае это решение краевой задачи влагопроводности, где в данном случае представлено динамик полей безразмерных влагосодержаний по безразмерных координатам. Дальше качиваю. И когда влага оказывается недостаточной, а во втором случае она избыточная. Материалы наших исследований, они опубликованы в последних четырех изданиях журнала «Строительные материалы». Итак, проведенное нами обследование из тропильной конструкции в промышленно-мерзитантском обозначении показало, что элементы деревянной конструкции, соединенных металлическими нагелями, нагелями, работающими по душной среде, циклическими нейресторами, но в местах контакта нагелями и древесины возникают очаг деструкции и биологическое рудение древесины. Анализ информированного состояния древесины показал, что механическое внедрение в нагелю структуру древесины приводит не только к ее информационным изменениям, но и к изменениям теплофизических характеристик, таких как коэффициент тепла и температура в проводности, а также коэффициента влагопроводности. В связи с этим разработаны физическая и математическая модели древесины и массовещества слайок древесины, протекающих при циклических нагреваниях и охлаждениях и сопровождаемых процессами испарения когревизации влаги. Таким образом, открыта возможность для выполнения дальнейших взысканий в разработке рекомендаций о мониторе состояния элементов деревянной конструкции. Спасибо за внимание. Виталий Геннадьевич, вопросы, пожалуйста, есть какие-нибудь докладчиков? Виталий Геннадьевич, первая руководная рта, он пока идет микрофон, пожалуйста. Какие рекомендации, профессор Лабудин, какие рекомендации в результате этой репетиции? Знаете, мы сегодня находимся в начальной экспериментальной стадии. Я не хочу пока озвучивать наши будущие рекомендации. Они, вы и сами знаете, какие-то какие-то деньги, так? Но они будут изложены буквально в дальнейшее время издания. Спасибо. Я вам лично обрешу. Спасибо. Александр Александрович. Александр Александрович, несет Александр Александрович микрофон. Я понимаю, что приходится заниматься обцеплением, в том числе и реальной конструкцией. К сожалению, скажем так, колонинговый суббитный балл, он может давать вот такому деструктуру, а может не давать. Я прекрасно понимаю, что в данной ситуации это будет играть первый фактор. А нельзя ли просто рассчитывать? То есть, вот как оценить? Будет дальнейшее развитие этой деструкции или не будет? В зависимости от того, каких температурных ватт условий эксплуатации, а первая конструкция работает. Это надо оценивать первую, то есть поставить задачу первую очередь. Если, конечно же, вот в этой среде поставим, забьем гвоздь, наверное, 200-300 лет будет служить такое соединение без упреченности. На полгода по мартовой набережной 30, а, извините, говорите, там часть загрушений есть, а часть нет. Понятно. Температура и благо гуляет, вы прекрасно понимаете. Сосединизм, одно здание. И в одном здании рекомендации есть какие-нибудь, надо что делать, потому что нам потом поэтому надо разрабатывать проекты усиления. Я понимаю, вот давайте, вот в рамках нашей ассоциации, я считаю, что я буду членом вашей ассоциации, да, и публично это заявляю, значит, и Сергей Вячеславов будет членом вашей ассоциации, да. Поэтому давайте проработаем этот вопрос в цельсовизм. Пошел. Спасибо. Еще у вас, пожалуйста. Здравствуйте. Дмитрий, а не получится ли в результате исследований, что в целом неблагоприятные условия, как бы они воздействуют неблагоприятно, да, а если все в благоприятных условиях, то как бы и все будет хорошо. То есть вы хотите сказать, не получится ли так, что вы вообще запретите соединение на ногелях использовать соединение деревянной конструкции? Нет, нет, я не это хочу сказать. Так сказать, что вы говорите, что все, ну, очень многое зависит от температурных влажных условий. Но в температурных влажных условиях, да, в определенных, как бы разрушаются не только надельные ссоединения древесины, но если там вот древесина себя плоско идет, а если как бы сухие условия, то как бы и древесина будет хорошо, и надельные ссоединения тоже так же получились долго. Совершенно. Вот как бы, то есть вы рассчитываете нащипать вот ту границу нибудь при этом? Абсолютно правильно, абсолютно правильно вы это думаете. И как мы как раз должны, значит, видимо, знать, сказать границу, где же окажут интенсивное, максимальное влияние на гербиде металла, значит, на древесину, где может происходить разрушение самой древесины. И как мы оцениваем, то есть есть шанс по границу поймать, вот, кстати, ваше гербиде металла? Я бы полагаю, что да. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, если есть еще вопросы, то в определенной ситуации. Спасибо большое докладчику. АПЛОДИСМЕНТЫ